Добрый день! Сегодняшняя лекция будет посвящена памятникам, которые были поставлены в первые годы революции в Советской России. И я думаю, что все знают, что история советского искусства начинается с так называемого плана монументальной пропаганды. Этот факт вошел в историю, с него начинается любой учебник, любая популярная книжка по советскому искусству. Это инициатива Ленина, которая была отражена в так называемом декрете о памятниках республики, который был принят в апреле 1918 года. И с лета 1918 года скульпторы начали работать над памятниками по всей стране. В Москве, в Петрограде, в других городах, в бывших культурных центрах вернее, бывшей Российской империи устанавливаются временные памятники разнообразным культурным, историческим и политическим героям. Но специфика советской историографии такова, что эта инициатива Ленина рассматривается очень изолированно. Ничего не говорится о предыдущей истории советской скульптуры, о том, какие памятники устанавливались. Обычно называется два-три произведения и всё. Но тем не менее, инициатива Ленина очень тесно связана с культурным и историческим контекстом, причём не только развитие общественного искусства Российской империи, но и вообще европейского искусства, начиная с конца XVIII века. И я бы хотела с этого начать, чтобы показать, насколько действительно всё это было довольно сильно интегрировано. Если говорить о революции и памятниках, то, конечно, в первую очередь приходит в голову Великая Французская революция. В это время, в 1789 году, появляется очень большое количество разнообразных планов и проектов по установке монументам разным великим героям и разным другим существам. Например, как праздник высшему существу был установлен на статуе высшего существа. И действительно, разрушается Бастилия в 1789 году, и появляется огромное количество проектов, монументов, которые стремятся увековечить вот это событие, обыграть руины Бастилии. Пытаются скульпторы что-то придумать для того, чтобы ставить разные обелиски, разорванные цепи, топоры, поверженные знамя. Еще очень важным становятся процессы похорон героев. Из церкви Святой Женебьевы делают пантеон. Это здание теперь предназначено для разнообразных героев. Торжественно захоранивают, перезахоранивают Вольтера. Его гроб в процессе перезахоронения помещают на руины Бастилии. То есть он этим увековечивает, соответственно, всю эту историю революционную. В общем, короче говоря, Великая французская революция и скульптуры — это вещи, которые очень сильно связаны. И во-вторых, это разные памятники. Во-вторых, непосредственно перед тем, как случилась революция в России в 1917 году, опыт Франции дает еще очень богатый материал для того, чтобы богатый материал. Значит, с 1870 года по 1914 год, то есть до начала Первой мировой войны, Третья французская республика очень активно работает над созданием пантеона героев Французской республики. Работают комиссии, заказывается 90 памятников разнообразных героев от политиков, генералов до поэтов, писателей и прочих ученых. И типологически эти памятники очень разнообразны, и парижские памятники того периода, то есть до 1914 года, они очень разнообразны и действительно представляют большой интерес. Вот и бюсты, и сложные аллегорические всякие композиции, и вот такие востежанровые сюжеты, и вот даже памятник, увековечивающий первый полет на воздушном шаре. Вы знаете эту инициативу, вообще-то она проходила в Париже, но единственное, одно из немногих исключений, это граждане Кале Родена, который был установлен, соответственно, в городе Кале, и тоже обыгрывает национальную историю Франции. И в-третьих, это, значит, опыт европейский, то есть памятники и списки лиц вырабатывались довольно активно, непосредственно перед русской революцией. Но самое главное, что памятники в XIX веке стали символом, одним из средств выработки национальной культуры. И XIX век, назван теми людьми, которые занимаются историей XIX века, веком статуи Мании. То есть это был век, когда действительно открылось огромное количество памятников по всей Европе, и Россия в этом смысле абсолютно не отставала. И если памятники государям олицетворяли крепость государства, то памятники культурным героям олицетворяли народные идеалы. И, в общем, памятник очень сильно укрепился в народном сознании, как именно символ культурных ценностей. В общем, да, вот всякие памятники. Это вот один из памятников республики в Париже. И фактически, если говорить очень грубо, то памятник — это такой очень выполненный из прочных материалов, государственный символ, который раскрывает какие-то определенные формулы национальной истории. Вот, например, памятник тысячелетия в Новгороде построен конкретно по формуле самодержавия православной народности. Это было заложено в программе. В общем, памятников очень много. Они продолжают строиться до начала Первой мировой войны. В Первую мировую войну начинается русская революция, и вроде бы все заканчивается. Но на самом деле не заканчивается, и большевики продолжают эту инициативу, но уже вырабатывая свои собственные списки героев. Но при вот этой укорененности памятников как символу культуры происходит одновременно и противоположная тенденция. Памятников становится очень много, и их начинают очень сильно критиковать за то, что они не отвечают ни идеалам прогресса, ни идеалам гуманизма, ни художественным идеалам. Они тоже не отвечают. И, в общем-то, это было даже не очень связано с политической ориентацией людей, которые их критиковали, потому что их могли критиковать как по религиозным причинам, так и по чисто эстетическим. Процитирую я вам Николая Пунина. Этот человек, искусствовед, писал про памятники как раз монументальной пропаганды, и он выразил мнения, которые, в общем-то, актуальны до сих пор. И, честно говоря, с 1917 года, когда существовало вот это двойственное отношение к памятникам, с одной стороны, они очень популярны, являются символом культуры, вряд ли кто-то из нас захочет призвать какой-нибудь памятник разрушить, но, тем не менее, точно такая же очень сильная критика памятников за то, что они, в общем-то, ни для чего не нужны особенно. Значит, Николай Пунин пишет, форма реалистического выяснения личности изжита. В самом деле, человечеством столько понаделанных хороших фигур и голов, что право же никого это занятие больше не интересует. В одном Риме и его окрестностях найдено, кажется, свыше 60 тысяч античных торсов. Помилуйте, куда же еще? Возьмите самого тупого в отношении зрительного восприятия человека, и тот скажет, нет, довольно. Глаз больше не вмещает, не замечает больше человеческих фигур и голов. В общем, да, мне кажется, что это мнение, оно, в общем, и сохраняет свою актуальность до сих пор. Но, тем не менее, памятники продолжают ставиться и продолжают ставиться до сих пор. И теперь я кратко хотела бы, для того, чтобы опять как-то немножко обогатить вот этот контекст монументальной пропаганды и немножко расширить представление о деятельности большевиков в области монументального строительства, хотел бы кратко назвать основной цикл жизни памятников. Памятник начинает жить, когда объявляется конкурс на памятник. И он, может быть, даже не построен, он все равно станет, он может войти в историю культуры. Вот Дарья Советов. Пожалуйста, он может проходить конкурс, может что-то там начинаться, но, тем не менее, он все равно является памятником, и никуда он уже не денется. Да, и надо сказать, что очень важным обстоятельством является то, что к концу XIX века окончательно формируется представление о так называемых исторических памятниках. То есть это любой объект материальной и нематериальной культуры, который несет культурную ценность. И памятники тоже стали памятниками исторической культуры. Ну и, соответственно, даже то, что не реализовалось. Ну так вот, значит, еще одним важным событием в жизни памятника является его открытие. И для временных памятников, которые мы сегодня будем рассматривать, это очень актуально. Они могут быть открыты, это очень важно, а потом, что с ним происходит, это уже мало кого волнует. И памятники стоят очень часто незамеченными, незаметными, их никто не замечает и даже критикует. Но меняется власть, и памятники начинают демонтировать или вандализировать. И это очень важный тоже, в общем-то, такой этап в жизни памятника. И важный политический и политический социальный такой жест людей. Вот, да, разные памятники, которые были на протяжении истории. Но это еще не конец, потому что памятник ломают, потом меняется власть, и памятник восстанавливают. И очень много памятников, которые мы сегодня так или иначе рассмотрим, они были сначала сломаны, а потом восстановлены. Или даже некоторые были сломаны два раза. Это храм Христа Спасителя, тот же фрагмент. Вот, начинается революция, и как я уже говорила, памятник — это символ такой вот, в общем, культуры, и поэтому начинается революция еще февральская, и тут же происходят первые предложения построить памятник революции. Это совершенно неважно, что не было никаких условий для этого. Предлагается, например, в Екатеринаславле поставить бюст Радзянка. Ну и тут же, естественно, начинается слом памятников. И, например, памятник Александру Третьему Феодосии ломают еще до всяких большевиков, а памятник Екатерине Второй в Симферополе ломают вообще два раза. Сначала его сломали, потом пришли белые, его восстановили, потом опять восстановилась советская власть, его заново вандализировали и поставили на другой память. Но самыми популярными памятниками во время революции и после революции, естественно, являются погребальные, мемориальные памятники, потому что была революция, гражданская война, которая длилась довольно долго. И, в общем, тема жертв революции, она самая, естественно, близкая, самая понятная и самая актуальная для населения всех городов и деревень. Значит, ставятся простые обычные надгробные камни, обелиски из фанеры. Первые памятники были во многих местах. Еще очень важно, что продолжают дохоранивать в старые кладбища новых жертв. Например, это в Севастополе первая общественная братская кладбища вообще в России середины века 19-го. И туда дохоранивали в 17-м году, в 23-м году, в 37-м году, в 50-х годах. И даже под лодку Курск там что-то какое-то поставили. Ну, в общем, это все вот такая продолжающаяся история. Самым известным, самым популярным и хрестоматийным примером похорон является эпоха жертвы революции на Марсовом поле. Причем любопытно, что жертва революции — это жертва революции февральской. И там даже они смогли заложить первые камни на эти могилы. Но в октябре приходят большевики, и архитектор Руднев предлагает использовать старые, оставшиеся от мощения каких-то там набережных, в общем, гранитные блоки. И они начинают возводить это кладбище, и оно становится большевистским. В Луначарске пишет очень лапидарные, тяжеловесные, очень такие монументальные надписи. И, естественно, что это кладбище жертв революции коммунистической, большевистской. Вот оно так. Вот разные. Если в этом кладбище жертвенный, подчеркивается момент, то это известная доска Каненкова, которая была помещена на Кремлевской стене. Подчеркивается момент жертвы ради светлого будущего. И Каненков очень интересно. Здесь совмещают совершенно разные мотивы. Это, конечно, такой символизм и модерн. Но при этом, например, жюри конкурса увидела в этой доске колористическую гамму русских икон. А Каненков срисовывал вот эту фигуру гения с фотографии американского индейца с этими перьями. То есть, в общем, намешано очень много разных мотивов. Это из цветного цемента. Значит, вот такая интересная работа. И было очень пышное открытие этой доски. Вот такие простые обелиски. А вот, естественно, что работают не только профессионалы, но работают еще и самоучки. И вот, например, на Урале сделано такой памятник. Значит, это паровой молот с наковальней, а над ними серп. Вот он стоит до сих пор. Вот. И очень интересный памятник. Вот он там в центре. Может быть, не очень хорошо сейчас видно. Это памятник 1922 года. Но, тем не менее, он такой очень монументальный, очень большой. И он производит впечатление, конечно, мемориальных комплексов, которые возводились уже в 60-е и 70-е годы. Это такая рука с факелом, которая прорывается сквозь скалу. Надгробия так и остались самым популярным, естественно, видом мемориальных памятников. Но, тем не менее, программа требовала чего-то более позитивного. И действительно, самым популярным стала выработка вот этих вот списков героям, которым нужно поставить памятники. И, значит, в истории все это вошло как декрет о памятниках республики. Но, вообще-то, он садился всего к двум тезисам. Памятники, воздвигнутые в честь царей и их слуг, и не представляющие интересы ни с исторической, ни с художественной точки зрения, подлежат снятию. И нужно организовать широкий конкурс по выработке проектов, памятников, которые должны ознаменовать великие дни российской социалистической революции. Но этот декрет, он был очень интересный тем, что там был один пункт, который требовал, это был апрель, к первому мая, попросили снять памятники некоторые уже самые уродливые и поставить новые. Но они попробовали это сделать. Действительно, памятник Скобелева был снят, и даже хотели поставить бюст Троцкого на его место. Но это все не реализовалось, конечно. И в действительности эти списки вырабатывались довольно долго. К лету они только были утверждены. И в истории сохранилась Анатолий Луначарский, нарком просвещения, запечатлел эту историю, возникновение плана монументальной пропаганды в литературной газете в 1933 году. Он, собственно, и назвал ее планом монументальной пропаганды именно в русле кампании пятилеток, разнообразных планов. Он, конечно, не назывался сначала никаким планом. И он рассказывает о том, что Ленин вспомнил, что он читал трактат 17 века Томаза Кампанелла «Город солнца». И вот тоже бы хотел составить, я цитирую, составить список предшественников, социалистов или его теоретиков и борцов, а также тех светочей философской мысли, науки и искусства, которые хотя и не имели прямого отношения к социализму, но являлись подлинными героями культуры. По этому списку закажите временные, хотя бы из гипса или бетона, произведения. Важно, чтобы они были доступны для массы, чтобы они бросались в глаза. Конечно, на пьедесталах можно делать вразумительные краткие надписи о том, кто это был. И особенно внимание обратить на открытие таких памятников. Ленин наставил на вразумительных надписях и отчетливых представлениях о том, что это были задеятельны. Действительно, проблема распознавания, кто этот герой на постаменте, она так и осталась до сих пор довольно актуальной. Но любопытно, что он вспоминает про Томазо Компанеллу. У Компанеллы действительно есть яркая часть в его работе про то, как он видит роль искусства в будущем, в этом утопическом городе. Я зачитаю маленький кусочек. «По велению мудрости во всем городе стены расписаны превосходнейшей живописью, в удивительно стройной последовательности отображающей все науки. Каждая роспись снабжена подходящей объяснительной надписью. Для всех этих изображений, пишет Компанелла, имеются наставники, а дети без труда и играючи знакомятся со всеми науками наглядным путем». Это была такая иллюстрированная энциклопедия. И Ленин тоже хотел больше в разумительности, но не очень сопоставимый с задачами монументального искусства, и тем более с состоянием монументальной скульптуры, которая была в то время. Вот список памятников, список героев утверждается. И там шесть категорий. Это государственные деятели, отечественные герои, и революционеры Великой Французской революции, европейские революционеры XIX века, и наши отечественные исторические персонажи. Это самая большая категория героев. Потом идут, естественно, литераторы. Потом чуть-чуть совсем философов и ученых, композиторов и художников. Но любопытно, что лучше всего изучена, естественно, эта монументальная пропаганда, которая проводилась в Москве и Петрограде. Но любопытно, что способ реализации этой идеи в Москве и Петрограде был очень разный и очень интересный. Дело в том, что в Петрограде там были профессиональные скульпторы под руководством Леонида Шеруда, и он взял этот список, все распределил, и было профессиональное жюри, которое отбирало эскизы, и они шли на установку временной эскизы. Естественно, это были временные памятники, то есть из цемента и гипса, то есть материалов, которые не предполагают какого-то долгого нахождения на открытом воздухе. А в Москве все было по-другому. В Москве еще до всяких инициатив Ленина собрались скульпторы, образовали союз и решили, я цитирую, «Художник в наших дней должен принять заказ от народа и вернуть его народу. Впервые наступило слияние народа с художниками, и только памятники, созданные этим слиянием, могут быть образцами абсолютной красоты, а не те, которые создавались художниками под давлением прихоти и вкуса отдельных личностей». И они решили, что они будут устроить свободный совершенно конкурс, и кто угодно может прийти, сделать любой памятник, выставить его на суд народа. Искульптор Валерий Скоролев, который мы еще увидим и услышим, он составил анкету. Он предполагал, что эти анкеты будут раздаваться людям, которые будут осматривать эти памятники. И анкета очень интересная. Значит, сначала небольшое введение в этой анкете. Она не очень большая. «Новая скульптура, — пишет Королев, — должна быть не простым фотографированием видимого, ни копией, ни подделкой подживых, ни ложной стилизацией, словом, ни фальшивыми, никому не нужными изображениями нет, но плодом действительно эмоционального состояния художника, плодом великого душевного волнения и подъема. Тогда его профессиональный язык становится понятным каждому, имеющему живую душу и глаза, чтобы видеть». В этих словах слышится и отрицание, естественно, бездушных идолов. Во-вторых, идея понятности, основанная на сопереживании эмоциональной понятности, которая связана с идеей того, что если скульптор действительно зажегся, то он может передать это горение зрителям. И дальше скульптор продолжает. «Товарищи, подойдите с открытой душой к произведениям художников-скульпторов, вслушайтесь в язык, всмотритесь в чувства и со всей внимательностью, со всей устрогостью критика творца. Ответьте на следующие вопросы. Что вы, товарищ, понимаете под искусством скульптуры? В Москве наставлены памятники, проекты эскизы памятников. Какие памятники вы находите, отвечающие вашему пониманию скульптуры? В отмеченном вами памятнике ассоциируется ли творчество скульптора с творчеством лица, которому ставится памятник? То есть смог ли скульптор выразить профессию, национальную принадлежность, биографию и смысл лица, которому ставят памятник? Здесь Королёв проговаривает те вопросы, которыми в действительности будут заниматься скульпторы, которые будут ставить памятники, в том числе вот эти временные памятники в первые революционные годы. И мы с вами, когда сейчас будем смотреть картинки, мы убедимся в том, что действительно они пытались найти и соответствие между биографией и репрезентацией, и о том, что такое вообще монументальная скульптура. Потому что именно в это время формируется представление о том, что есть монументальная скульптура, а есть скульптура Станкова. Это отдельный разговор. Было привлечено много молодых скульпторов, очень много было студентов, которые только-только научились. Но дело в том, что условия труда, конечно, были совершенно фантастическими, в том смысле, что деньги, которые им заплатили за эти скульптуры, они были практически моментально девальвированы. Многие, у большинства, вернее, не было мастерских, потому что мастерские — это вещи очень специфические. Вообще-то, по-хорошему, профессиональных мастерских в Москве было единицы, и они были в Петрограде при Академии художеств. И работали они в основном в магазинах, в складах, в каких-то таких помещениях. Естественно, не было материала. Но, в общем, всё, что они построили за это время, это был плод действительно энтузиазма. И никакие условия, никакие декреты, в общем-то, не очень помогали им. Вот. Значит, самыми популярными стали бюсты. Это Зиновьев, кстати сказать, расстрелянный потом. Значит, это открытия были всякие торжественные. Самыми популярными стали бюсты. И это тоже объяснимо, потому что, во-первых, это наиболее простой вид скульптурного искусства. И чисто технически его не очень сложно транспортировать куда-то. И плюс фигура требует каркаса, а это очень, в общем, требует большого мастерства. И первым бюстом, который открылся, был памятник Радищеву. Александру Радищеву, скульптору Леонида Шервода. И вот здесь именно он руководил, как я уже говорила, отбором и распределением заказов в Петрограде. И он был открыт 22 сентября 2018 года. И тут любопытно два таких аспекта. Во-первых, скульптор придерживается исторической стилизации в изображении героя. Ой, нет, нет. Вот, значит, здесь это историческая стилизация в изображении героя. И сам скульптор пишет. Внешний облик Радищева, связанный с эпохой Екатерины, костюмом и париком XVIII века, давал очень мало для выражения образа революционера. И что он делает? Для большей динамики Шервод предложил разместить бюст в проломе решетки Зимнего дворца, которая была сломана во время революционных событий. И таким образом он хотел поставить бюст и обыграть вот этот мотив руин, мотив революционного прорыва, о котором я уже говорила еще в связи даже с всякими событиями французской революции. И во-вторых, тут интересно то, что в этом бюсте Шервод задумал выразить момент неожиданного оскорбительного ареста, протест против насилия. Это важная ремарка, которая говорит о поисках выразительности в скульптуре. Дело в том, что именно к первой половине XX века очень интенсивно происходит поиск новых типов изображения для более тесного эмоционального контакта со зрителем. Зритель должен был прочитать смысл изображенного, даже не зная, кто это. Но часто такие поиски давали ровно противоположный эффект. И изображение совершенно не читалось. И плюс скульпторы все-таки очень сильно, очень часто они зависели очень сильно от литературы, от цитаты, от биографии. И вот эта проблема, она довольно остро встала перед скульпторами. Как сделать так, чтобы люди поняли, кто здесь изображал. Вот. И действительно, это довольно, довольно много таких было примеров. Ну, что-то у меня ничего не работает. Вот, например, это Генрих Кейна и скульптор Мотовилов, который потом будет очень активно работать в советское время над скульптурой, решил изобразить недуг, физический недуг Кейна. То есть это такой очень, в этом смысле, обычно все-таки билсты великим людям, это было отображение именно их величия. А тут такая ровно противоположная антимонументальная направленность именно на демократизацию, скажем так, искусств. Ну, конечно, все это, в общем, наверное, визуально не очень читается, но, тем не менее, такие были задумки. Вот этот бюст совершенно не понять без цитаты. Значит, это Салтыковский длин, а цитата была такая. «Мысль, сделавшаяся страстную, мысль, доведенная до энтузиазма. Вот та вулканическая сила, которая из сокровенных недр толпы выбрасывает исторических деятелей. Вот та неистащимая струя, которая капля по капле неотступно долбит камни невежества и предрассудков». Ну, вроде все сразу становится понятно. А так без цитаты нет. Ну, в общем, это были именно поиски вот такой демократизации и антимонументального образа, который великих людей, которые не смотрят сверху вниз на толпу. И вот это открытие памятника как раз. Удивительно, что в рамках вот этой вот инициативы по установке памятников очень много было сделано памятников Тарасу Шевченко. Это национальный украинский поэт. И вот, как я говорила, что памятник — это, в общем, такой вот прочный символ формирования национальной культуры. И первый конкурс на памятник Тарасу Шевченко проходит в Киеве в 2012 году, привлекает огромное количество участников, в том числе Семена Волнухина, который делает эскиз памятника в 2012 году, ну, а потом делает еще и в 2018 году. Вот, значит, это для монументальной пропаганды сделано в 2018 году. И это такой, это вот памятник Марату в Париже, ну, в общем, это такая довольно традиционная поза мыслителя в раздумьях. Да, вот. Это тоже сделано как раз вот в рамках вот этой инициативы Третьей Республики французской. И на открытии газеты передают о том, что медленно отпадает холст, и мы видим словно живого Тараса Григорьевича. И вот это очень важная ремарка, потому что вот этот метафор живого, живого образа или там живого человека, воплощенного в памятнике, она, во-первых, была довольно актуальна еще со времен романтизма, то есть с начала 19 века, и к 30-м годам эта метафора иногда понимается буквально, и в том числе в искусстве скульптуры. Еще один памятник Шевченко — это латышский учитель рисования, который каким-то образом оказался случайно в Петрограде, встретил своих знакомых, которые работали в коллективных мастерских в Академии художеств, собственно, единственных таких вот приличных мастерских в то время. И вот он сделан такого Тараса Шевченко, и до 1926 года он стоял. Чем побил рекорд, в общем-то, в долголетие. В Киеве делают, еще на Украине. Вот, это еще один довольно традиционный тип — это Байрон. И здесь, в общем-то, тип романтика-поэта диктует скульптору, вот, в общем, такой вот образ, как писал критик Байрон, взят в свободной позе, характерная для него романтика. Гордость, замкнутость, непонятость, величие и разочарованность — это вполне удалось Домогацкому. Вот, ну и здесь, в общем-то, более-менее все это идет какие-то разного рода стилизации. Вот Вольтер абсолютно в таком XVIII веке, а вот любопытный скульптурный памятник Руссо, который сделан на основе картины. Шапки, конечно, редко делали в портретах скульптурных великих людей, но вот, тем не менее, скульптуру удалось. Что-то у меня опять ничего не работает. Разнообразные атрибуты используются. Это посох и закатные глаза. Это характеристики странствующего философа сковороды. И вот скульптор Крандиевская так его изобразила. Вот еще один скульптор Ковалеридзе на Украине тоже использует все атрибуты странствующего путника. Если Руссо в шапке был действительно довольно оригинальным случаем, то Гюго, изображенным таким вот обнаженным мыслителем, это, в общем, довольно, хотя и смелая, но довольно традиционная такая аллегория. В общем, их было очень много разных. Вот Кольцов, поэт. Вот Никитин сидит одиноко на скале, задумчивый вид, в общем-то, один из немногих памятников, который сохранился до сих пор и который был сделан еще до революции, и который скульптору Меркурова, Достоевский. Любопытно, что комиссия, когда пришла осматривать этот памятник, они решили, что они его, конечно же, примут и купят его, но ради определенных революционных, ну, как бы, ради, не знаю, сохранения собственного лица они постановили, что они его установят только после того, как будут установлены временные памятники, которые заказали. Но, тем не менее, он все равно был установлен в ноябре 1918 года, то есть практически сразу. И здесь довольно характерны, узнаваемые манеры Меркурова. Он очень интересовался в то время разнообразными теориями гармонии, пропорции музыкальных ладов и применял эти теории на построении планов в скульптуре. Ну, в итоге, в общем, получилось все равно довольно узнаваемым в стиле модерна и символизма, но, тем не менее, здесь довольно богатый образ, многообразный, вот он и руки так заломаны, и открытое плечо. Все это, в общем, невопытно. И небольшая бытовая деталь, перевозка этого памятника, она вызвала очень большой ажиотаж среди жителей. Дело в том, что перевозили, я сейчас процитирую, перевозили способом, который применялся еще в Древнем Египте. Она была уложена на два бревна, глыбы это, и с помощью приспособлений перетачена на место. Вся эта операция была проделана тремя рабочими вместе с самим автором. Передвижение статуи привлекло большие толпы зрителей. Памятник был установлен на временном кирпичном цоколе. Вот. Был даже Андрей Рублев, но по некоторым данным он был открыт, вернее, доска была повешена на монастыре. По другим данным, как писал в своей автобиографии сам Ватагин, я даже не знаю, чему верить, потому что они в это время, когда составлялись эти биографии в 30-е годы, они могли написать в общем все, что угодно. Дарвиновский музей в 2018 году заказал ему портреты Чарльза Дарвина, Ламарка, Эрнста Геккеля, Гёте и почему-то Андрея Рублева. И вот он выполнил этот портрет, не знаю. Разнообразные, типичные, в общем, мы это все пропустим, типичные великие люди, довольно традиционные и более-менее применение всяких сложных аллегорий. Вот, например, это скульптор Козловский. И здесь, значит, у него в руках молоток, как орудие, как инструмент профессионального скульптора. А вот эти вот, вот эта вот такая вот скала около него, это ожившие персонажи, ожившие его работы скульптурные, которые скульптору мучают. И это, в общем-то, мотив, который был крайне характерен в начале века для творчества Агюста Родена. Я думаю, что это просто каким-то образом просто инспирировалось этим делом. Вот Шопен. И это аллегория, это Аполлон с Лирой. То есть совершенно никакого портрета. Но, тем не менее, если культурные герои, как я уже говорила, олицетворяли вот эти вот идеалы народной культуры, все-таки самым популярным стали, конечно, памятники политическим деятелям. И сначала мы рассмотрим кратко вот этот обелиск выдающимся мыслителям и деятелям борьбы за освобождение трудящихся, который был установлен в Александровском саду. Он был переделан из обелиска 1914 года, который был установлен в честь 300-летия Романовых. Обелиск переделали под социалистов. В общем-то, символичность этого жеста налицо в Александровском саду. Вместо деспотов устанавливается памятник истинным героям нового времени. Ну и буквально пару месяцев назад обелиск демонтировали и снова переделали в обелиск в честь 300-летия Романовых, а сейчас им как раз 400 лет. То есть, в общем, может еще установить обратно когда-нибудь. Наибольшей популярностью пользовались, конечно, образы Карла Маркса и реже Фридриха Энгельса. И по мере продвижения большевиков по стране начинает устанавливаться огромное количество бюстов, в том числе Ленину и Троцкому, но их по понятным причинам, особенно Троцкого, фотографий практически не осталось. Вернее, не осталось. Вот, значит, это Калуга. Вот такой памятник был в Пензе. Сергей Алешин с 1920 года работает над памятником Карлу Марксу. В течение всех 1920-х годов он работал, но в итоге Ленин заложил памятную табличку в честь этого события. Ну и, соответственно, в 1961 году Лев Кербель поставил туда своего Маркса, который там сейчас и стоит. Вот это Маркс на месте памятника в месте памятника Екатерины Второй в Ростове-на-Дону, Иосиф Чайков для Киева сделал. В общем, искали поиск. Происходил поиск типажа вождей, он только начинался, идут всякие разные интенсивные поиски в этом направлении. Вот Мезенцев сделал такой памятник, и его комиссия постановила его убрать, потому что он очень был, по ее мнению, антихудорственный и стоял между трамвайными путями. Эту же проблему типажа революционного деятеля рассматривает автор, который обозревает памятник Марксу Матвеева. Вот здесь довольно любопытно. Значит, он пишет, что несмотря на полноту, в облике нет ничего расплывчатого, обывательски-буржуазного. И как пример противоположный этому памятнику, он говорит, что вот Маркс хорош, а вот Глинка в Петрограде плохо. Но, говорит, продолжает он дальше, нельзя не заметить, что памятник все же довольно обыкновенен. Маркс ученый, Маркс человек несколько преобладает в толковании Матвеева над Марксом вождем революционного пролетариата. Причем, как считает автор, чтобы создать истинный образ вождя мирового пролетариата, нужен конгениальный скульптор. И приводит в пример, говорит, что вот как Роден в памятнике Бальзаку сумел добиться вот этой конгениальности, и критик призывает советских скульпторов работать над этим образом, чтобы адекватно воплотить образ Маркса. Происходят разные эксперименты. Вот скульптор Гюрджан который ставит фигуру Маркса вот на такую какую-то импровизированную волну или что-то похожее. Это скульптор Королев, о котором мы еще чуть-чуть поговорим позже. Это скульптор Меркуров, такой типаж гиганта, который, титана, который рождается из недр земли. вот разные памятники были. Конечно, были памятники другим вождям. Вот, например, памятник Ленину в 19-м году где-то под Екатеринбургом, а нет, в Ярославской области. И памятники Ленину ставились, в общем-то, тоже с 18-го года, и потом, когда, собственно, Ленин умрет, и особенно в 60-е годы после десталинизации будет очень популярна тема, когда же был поставлен первый памятник вождю, и все-таки обычно начинают вести именно с 1924 года, города соревнуются, но в действительности временные памятники Ленину, конечно, были задолго до его смерти. И отмечаются всякие, да, это Троцкий, но это, правда, Троцкий, английского скульптора Клэр Шеридан, она приехала, чтобы, она жила в Кремле, и вот она лепила разного рода политических деятелей, многие из которых потом были репрессированы. Ну, основной смысл в том, что скульптура оставалась, в общем, довольно элитарным видом искусства, и только, и, собственно, революционное искусство и послеволюционное искусство как раз и работало над тем, чтобы популяризировать скульптурные образы, и активно работали над образом рабочих и так далее. Вот, это любопытный памятник, это обелиск на месте покушения на Ленина. И вообще довольно после этого, в общем-то, в монументальном искусстве эта тема никак не затрагивалась. Вот. Это сначала был временный, а потом стал постоянный. Вот обелиск на месте смерти Володарского, потом временный памятник, потом постоянный памятник. То есть, в общем, эти процессы увековечивания, они шли довольно продолжительное время. Вот здесь был бюст Свердлова, который, в общем, довольно быстро развалился. Это в Рязани. Вот. Как я уже говорила, деятели Великой Французской революции тоже составили одну очень такую довольно большую группу в списке лиц, которым пролетариат ставят памятники. И вот очень интересный памятник Д'Антону. Голова настоящего гиганта. И здесь Андреев использует несколько стилистик, потому что, например, он гигант, и одновременно он напоминает античную маску, сильно гипертрофированную. И любопытно, что этот интерес к архаической и греческой вот такой вот стилистики он был характерен для советских скульпторов того времени. И, собственно, Андреев потом ставит еще несколько памятников той же стилистике. Но любопытно, что на Абведи Стале он делает рельефы, которые, значит, называются так. Геркулес, раздирающий гидру, геркулес, очищающий авгиевые конюшни. Это такая типичная тема для дипломной работы Императорской академии художеств, но и, собственно, сам Андреев никогда такие дипломные работы уже ему не привелось их делать, но, тем не менее, он использует эту метафору для того, чтобы подчеркнуть мотив того, что придет такой вот Титан и разберется со старыми проблемами. А вот можно сравнить с памятником Парижа тому же Д'Антону десятилетием раньше, который был поставлен. Памятник Робеспьеру он был буквально установлен и простоял чуть ли не неделю, но уже оброс легендами, потому что кто-то считал и рассказывал о том, что он был уничтожен бомбой, которую кинул белогвардеец, а кто-то говорил о том, что он просто раскис от дождя, а потом лопнул и развалился на куски. Но, тем не менее, даже временные памятники обрастают какими-то легендами. И говорят, что этот памятник очень нравился Ленину и очень жалели, что он пропал. Вот, например, Бобёв, а вот скульптор. Это исторические портреты и простая стилизация. Они делали костюм. А вот памятник Журесу, который в этом смысле скульптор-страж попытался что-то такое придумать. И вот голова Журеса венчает такой обелиск, где гигант, народный титан провозглашает Новый век. Такая колонна XVIII века, стилизованная в памятнике Марату. А вот Марат такой был в Париже. Здесь опять вот этот памятник русскому революционеру Каляеву. И здесь опять такой вот мотив вот этих вот то ли волн, то ли каких-то облаков застывших, непонятно, из недр народной жизни. И вот здесь снова вот этот мотив такой неоархаики. Это Софья Перовская, скульптора Золотовратского, который был ученик Канёнкова. И в общем-то совершенно сохранилось несколько памятников декабристов. И все они довольно сильно стилизованы и никакого революционного порыва не выявлено. Релеев, это Пестель, абсолютно в стиле XVIII века. Трактовки декабристов немножко отличались от трактовки народных героев. Это Болотников, Сергей Кольцов сделал этот памятник. И здесь виден такой тоже обнажённый, полуобнажённый гигант. И эту же мысль попытался как-то выразить Сергей Алёшин в памятнике рабочему Халтурину. А вот Халтурин уже в виде такого призывающего трибуна 1923 года скульптора Шильникова. Довольно банальные памятники русским революционным мыслителям XIX века, Чернышевский, вот в Саратове, Добролюбов, вот ещё один Добролюбов, вот европейский революционер Гарибальди, вот античные всякие разные стилизации, это Спартак. Вот ещё было довольно много памятников умерших, убитых в 19-м году Карла Либнахту и Роза Лексенбург. И вот один из таких любопытных памятников, о котором мы ещё поговорим. Это такой супрематический постамент, на котором поставлена довольно такая миметическая, реалистическая скульптура. Очень важно было открытие памятников местным героям и в разных городах, например, в Казани, на Донбассе, ставят местные скульпторы памятники. Вот это памятник Вахитову в Казани. Любопытно, что это реалистический образ человека и поставлен на такой стилизованный под мусульманскую архитектуру постамент. Вот памятник товарищу Артёму в Донбассе. Это был местный коммунист. В основном ставили, естественно, местным коммунистам. А вот памятник Гиршу Леву, Гекерту, который был, соответственно, героем в Минске. Также были разнообразные экспериментальные работы. И самая известная работа, это, естественно, памятник башни Татлина. О ней я сегодня не особенно буду говорить. Но кроме того, что здесь очевидно, что памятник, как я уже говорила, ассоциировался с чем-то статичным, таким устаревшим, традиционным. И Татлин разрабатывает, в общем-то, тему функциональности памятника. Памятник должен быть полезным, памятник должен быть динамичным, памятник должен отражать современность. И любопытно, что в итоге памятник Татлина стал, в общем-то, таким фетишем любопытным. Но любопытно, что он в это время инспирировал и разных провинциальных художников на то, чтобы сделать какие-то похожие динамические проекты памятников революции. И был такой скульптор Юстицкий, художник Юстицкий, который, услышав про проект Татлина, тоже решил сделать динамическую башню революции. И более того, он написал так, что я предлагаю сделать динамическую башню революции, а еще я думаю сделать передвижной мост через реку. И вообще, видите, таким образом новая архитектура входит, наконец, в наш новый быт. На этом, естественно, все закончилось, потому что это был именно плод вот такой довольно большого энтузиазма. Не менее новаторским стал и памятник Степану Разину, хотя он совершенно не обыгрывает никакой функциональности, наоборот, обыгрывает скорее фольклорные мотивы и такую нейроархаику. Но Каненков сделал следующее. Он выстрогал деревянные скульптуры Разина и его ватаги. Ленин был на открытии этого памятника. И поставил эти пеньки 60-сантиметровые по красной площади. И это была, в общем-то, довольно современная идея, которая используется до сих пор в расставлении объектов в пространстве. Тогда это было, конечно, страшноваторски, но ничего не получилось, потому что они были действительно 60-сантиметров и их очень быстро убрали. Но, тем не менее, символизм этого памятника, в общем-то, ясен. Разин, который указнение на Красной площади, возвращается после революции и занимает площадь. Естественно, они были без постаментов, и это все вот такой театрализованный был момент, очень интересный. И они остались, они хранятся в музее. Разин и его ватага. Но, тем не менее, самым популярным, естественно, и самым знаменитым до сих пор экспериментами остаются аналитические опыты кубизма. Это скульптор Королёв. И он довольно последовательно, хотя и, в общем, довольно осторожно при сохранении силуэта человеческого и сохранении портретных черт разбивает фигуры. Это Бакунин, а это Маркс. Вот на такие вот геометрические фигуры. Это был довольно передовой опыт. Это вот 16-й год, и вот это 19-й год. Аналогичные европейские работы в то время. Ну, самым популярным... Королёв был такой, в общем-то, действительно один у нас, а кубизм всё-таки существовал в скульптуре. Он был очень интересен. Вот это голова Пикассо 1909 года. И скульпторы пошли по его стопам. Они начали, как бы, а-ля кубизм, всячески преобразовывать поверхность просто обычных миметических, реалистических портретов. Так, ну это мы пропустим. Здесь ещё как бы виден такой немножко декоративный момент. И вот такие вот кубистические памятники, они, в общем, кубистические портреты. Они, между прочим, встречаются и в других странах Европы. Но вот во время монументальной пропаганды таких было сделано довольно много с разным уровнем искажений. Вот это Робеспьер Сары Лебедевой, известная работа. Вот Халтурин. И вот к вопросу о типажах. Это памятник Синайского Фердинанду Лассалю. И здесь и, в общем-то, неоархаика, и гипертрофия, и вот некоторая такая жесткость кубистическая в трактовке черт лица. И любопытно, как об этой работе писали в прессе. Рассуждали о том, что это не портрет, что Лассалю можно назвать героической фантазией на тему о пламенном народном трибуне. И мы не личность Лассаля чтим, а мы чтим могучую революционную натуру дух, а не случайную физическую оболочку этого духа. И автор этой заметки сравнивает ему... С чем он может сравнить Лассалю? Он его сравнивает с классическим памятником XVIII века Козловского Суворова и говорит о том, что Козловский тоже принял решение избежать карикатурного образа Суворова и сделать из него настоящего истинного полководца. И потом эти проблемы идеализации, проблемы уродливого или карикатурного облика будут очень актуальны для советской скульптуры после смерти Ленина. Еще скульптор Кавалеринца, который поставил несколько памятников Артему. И вот этот памятник тоже здесь сочетает и динамическую композицию, и такую футуристическую устремленность в будущее, и такую интересную декоративную стилизацию. И это тоже не портрет, это просто вот такой типаж революционера без каких-либо отсылок к конкретному человеку. А вот мы видели там кратко портрет Гирши Лекерта, местного героя. И вот Иосиф Чайков тоже делает ему памятник совершенно абстрактный, без каких-либо намеков на портретность. И здесь он совмещает вот эти поиски функциональности. Он делает такой скульптурно-архитектурный организм и, соответственно, делает памятник, с одной стороны, эстетически интересным, потому что вот эти вот абстрактные геометрические фигуры, из которых сделана динамическая вот эта вот композиция, и, с другой стороны, это функциональное сооружение, потому что это памятник трибуна. В целом, например, был такой еще скульптор Антон Лавинский, который прославился своими конструктивистскими композициями, архитектурными, в том числе функционалистскими, или даже не знаю, какими. Но, тем не менее, он одновременно делает абстрактный и кубистический рельеф и одновременно ставит шестиметровую скульптуру красноармейца в Саратове. И, в общем-то, можно сказать, что эксперименты авангарда очень часто сталкивались с такой двойственной ситуацией. В общем, действительно, мало что от этого осталось, и потом не выжили эти эксперименты. Да, вот Давид Якирсон из Витебска, он работал с Малевичем. И здесь, в общем-то, идея довольно логична. Это вот такие вот архитектоны, на которые поставлены реалистические фигуры Либбна, как Маркса и прочих-прочих героев. Ну, в общем-то, при условии, что постамент действительно является скорее таким знаком, указанием на то, что это памятник, какой-то культурный и ценный объект, то, в общем-то, вполне себе логично, что можно это сделать и с архитектонами. Вот. Ну, в основном была масса разных грандиозных проектов Великой революции, разным собирательным образом свободе и освобождению. Все это, в общем-то, не доходило, в основном, до реализации, и только закладывали, например, памятники, вот закладные камни, вот, например, Ленин на закладке памятника Третьему Интернационалу. Ну, конечно, все это не было реализовано. И, в основном, конечно, люди либо мыслили, скульпторы либо мыслили какими-то совершенно невероятными, грандиозными объектами, которые невозможно было даже представить, либо пользовались довольно традиционными аллегориями, переначенными на новый лад. Или вот, например, в Самарканде такой памятник революции. И аллегорические фигуры, и архитектурный развитый постамент, и, в общем, там какие-то солдаты даже. Вот, например, дом, памятник Третьему Интернационалу в Саратове. Это такое купольное сооружение. Внутри предполагалось, что будут росписи, по фасаду идут рельефы на темы интернационала и каких-то революционных событий со всего мира. И предполагалось, что вокруг будут также поставлены большое количество разных бюстов политическим деятелям и героям. Дом этот начали строить. Но к 22-му году стройка прекратилась, и он разрушился. Вот, ну и на Украине тоже вот такие вот памятники революции, которые с революцией теперь у нас ассоциируется что-то действительно скорее новаторское. Но, тем не менее, таких памятников революции было довольно много. Вот, один из самых известных примеров. Это памятник, это обелиск свободы в Москве, который был поставлен на месте памятника, снесенного памятника Скобелеву. И любопытно, что всегда в этих памятниках отличает их то, что всегда была ужасная спешка. И вот в сентябре жюри выбирает проекты и понимает, что им к ноябрьским праздникам надо поставить обелиск. И они не могут выбрать не обелиск, а памятник. И они обращаются к Ленину, а Ленин им говорит, «А какой быстрее всего можно будет поставить?» Они говорят, «Ну вот обелиск, если без скульптуры». «Ну, значит, ставьте обелиск». Вот поставили обелиск, и потом через некоторое время скульптор Антонов Андреев поставил туда свою статую. Вот она, в общем-то, выполнена в абсолютно классическом, традиционном, аллегорическом образе свободы и так далее. В Симферополе на постамент Екатерины II возвели обнаженную мужскую фигуру с традиционным изображением глобуса, земного шара, окованного цепями, и пролетарий разрубает эти цепи. И по бокам там раньше стояли, соответственно, государственные деятели Екатеринского времени и поставили Маркса, Ленина и Троцкого. А потом, когда Троцкого в 1928 году из партии исключили, поставили Энгельса. И он стоял до 1940 года, а потом его демонтировали. Вот это был памятник Александру III, а потом из него сделали памятник марксизму. В общем, довольно часто это были именно аллегории обнаженной мужской натуры, из-за чего возникали очень большие проблемы часто. Вот, например, скульптор Эрзи. Он приехал на Урал и создал вот такие две огромные скульптуры шестиметрового аллегория освобожденного труда, которую, правда, обозвали Ванькой Голым. и вот такую обнаженную женщину, памятник в честь погибших коммунаров. Чего? В Екатеринбурге, да. Вот. Его очень сильно критиковали за эти работы, а он мечтал сделать целый центр скульптуры, скульптурного производства, но он вынужден был уехать, потому что памятники довольно быстро снесли. Да, женщина — это памятник уральским комиссарам. Вот. Всё это стало предметом шуток. Ну, в общем, эти аллегории были довольно традиционны. Вот эта скульптура немецкого академического скульптура начала века, оно так и называлось, начала века. Но то, что в Европе было более-менее привычно, у нас вызывало много разных скандалов. Вот памятник Сумской области на Украине, тоже героям революции. Они остались до сих пор. Вот поэтому, по поводу этого, этой скульптуры оставила воспоминания Веры Ходосевич, художница в Петрограде. Отряды ошеломлённые останавливались перед скульптурой непристойно белого гипсового мускулистого пролетария и медленно обходили его вокруг. Начались такие высказывания, что я хоть их и помню, но неловко это писать, хотя многое было даже остроумно. Блохо обязали за ночь, чтобы не стоило надеть на пролетария фартук. Фартук сделали из листов фанеры. Наутро у Блохо был сердечный приступ. В общем, это в Петрограде, не говоря уж, что говорить о других городах. Образы труда тоже довольно активно вошли в это искусство. Например, это Роден. Он этот памятник мыслителю, который сейчас известен как мыслителю, в какой-то момент назвал памятник труду. Какой-то был у него такой момент. Наши отечественные скульпторы тоже следовали каким-то европейским образцам. Это Матвей Манезер. Эта скульптура до сих пор сохранилась. Самым популярным стал бельгийский скульптор Менье, который разработал классический тип рабочего в скульптуре. И его активно копировали и работали по его... Вот эта доска, она сохранилась до сих пор. Тоже сохранилась до сих пор. Скульптор Иван Ефимов создал несколько досок в рамках вот этой монументальной пропаганды. Причем он тоже пытался как-то найти тему понятного для обывателя искусства и сделал именно не о революционных рабочих, а вот таких вот скорее действительно обычных людей. Вот доска с цитатами из Бакунина. А вот любопытная история про то, что... Сейчас. Был скульптор, который учился в живописи военне и зодчества в начале века. И он... Сохранились его письма ходатайства о материальной помощи, что он не мог найти работу, не мог работать. Ну, потом началась война, он ушел на фронт. И когда он вернулся, тут призыв Ленина, монументальная пропаганда. Он, естественно, не мог не откликнуться. И вот он создал две доски. Значит, там здесь, к сожалению, плохо видно, они, конечно, не сохранились. Это старик, дети, женщина в колено преклоненной перед женщиной аллегорией свободы, которая указывает на солнце. И вот так он понял призыв нового искусства. И потом он на это же через год сделал еще одну доску, уже в этот раз затронул тематику. Ну да, здесь тоже плохо видно. Вот он изобразил рабочих, которые идут на завод. И вот началось активное внедрение темы рабочих, образа русского пролетария в искусство. Но при этом любопытно, как на все это реагировала провинциальная пресса. Зачитаю небольшой кусок из казанской газеты «Знамя труда» от 20-го года. Открывали там памятник труду, тоже пролетарий. И журналист пишет, он делает такую сценку. Проходят манифестанты. Кому памятник? Не Ленину? Нет, Ленину в другом месте. А это труду. Труду. И крестьянин шевелит бровями, стараясь сообразить, какой же должен быть этот труд. Это что же, вроде машины? Нет, изображает рабочего. Это который больше всех прославился, что ли? Нет, не одному рабочему, а вообще труду в виде трудящегося человека. Еще он называется пролетарием. Он похож на всех, кто трудится. Александр-то, что тут стоял, простодушно выражаясь... Ну, Александр. Александр, что тут стоял, простодушно выражаясь свои удивления. Крестьянин был похож только на себя. Ну, вот такие сценки, такие сюжеты действительно часто повторяются в газетах. И действительно, перед скульпторами стала большая проблема, как изображать рабочих, как изображать все эти собирательные образы, которые были не всегда очень понятны. И любопытно на эту тему опыт как раз Урала. Каслинский завод из Чугуна, это, в общем, такое традиционное было у них, традиционное у них было ремесло. И они тоже сделали рабочего с винтовкой. И так этот рабочий понравился, что они начали получать заказы со всех окрестных городов на такую же рабочего с винтовкой. И поэтому на Урале до сих пор сохранилось большое количество аутентичных, с того времени сохранившихся, с начала 20-х годов, рабочих с винтовками на разных виде сталах. Это все один и тот же чугунный рабочий. Одно место они решили заказать цементного и раскрасили его. И действительно, он до сих пор стоит. И, видите, туда, в общем, захоронили потом еще и солдат Второй мировой войны. Вот такой вот рабочий с винтовкой. В рамках вот этого распоряжения, вот этого декрета монументальной пропаганды было еще решено, что будут устанавливаться разнообразные доски. Но, честно говоря, доски устанавливали в итоге только в Москве, в Петрограде. Несмотря на то, что были разнообразные распоряжения, их фактически не было. А в Москве были. И вот, например, эта доска была вмонтирована в стену Бутырской тюрьмы с текстом. Кто чувствует, что на его стороне его право, то должен идти на пролом Сергея Кольцова. А вот тоже доска окопа Гюрджана, где он совмещает, в общем-то, такую архаику и футуристическую устремленность в будущее. А вот интересная доска, которую используют довольно непривычные сейчас уже аллегории. Это юная дева и вот такой вот умудренный опытом человек. И они стоят на фоне античного храма, где-то там в отдалении. И здесь приведена цитата из Льва Толстого. Искусство есть одно из средств, которое служит объединению людей. Вот такие любопытные. А вот еще одна любопытная доска была. Это китай-городская стена. И в нее вмонтированы вот такие вот осколки прошлого, старого мира, собственно, той же самой стены. С текстом «Дух разрушения» есть в то же время соседающий дух. И любопытно, что в это время был объявлен конкурс на памятник Свердлову. И архитектор Рухлядев предложил памятник Свердлову как организатору новой жизни, совершенно разорвавшей и покончившей со старым миром, что подчеркивается разрывом в китай-городской стене, которая символизирует с собой стену старого прогнившего мира. И, скорее всего, вот эта доска, она была как-то связана с этим памятником. Естественно, ничего не сохранилось. Вот. И, в общем, могу сказать, что, как я уже говорила, большинство работ, которые здесь были представлены и вообще, которые были сделаны, они были плодом именно вот такого довольно большого энтузиазма. Денег не было, материалов не было. У многих не было даже никакого опыта. И вот памятники начали очень быстро разрушаться. Поверженные. Вот они. И вот любопытно об условиях работы того времени интересное свидетельство о создании памяти. Это памятник Радищева в Саратове в 2018 году. Памятник был сделан из... Это цитата из воспоминаний. Памятник был сделан из железного каркаса, из рельс и бетона, а постамент из саманных кирпичей. Причем, когда лепили фигуру, погода стояла уже холодная. Работали прямо в сквере, в пространстве, огражденном досками. Никаких отходов для корректирования точек зрения не было. И в результате, когда сняли доски, то фигура оказалась мало связанной с пространством и с постаментом. Сырой, долго сохнущий на холде бетон ополз, формы нарушились и получились несколько мятыми. Но, тем не менее, вот скульптор, это вот один из немногих скульпторов в Саратове, который работал в то время. Более того, оказалось, что не только монументальные памятники ставить довольно сложно, но и даже старые памятники, которые были, когда пришло распоряжение о том, что надо какие-то удалять, оказалось делом довольно сложно, потому что комиссары столкнулись с тем, что, чтобы качественно демонтировать какой-то памятник, нужны профессиональные рабочие и специалисты, которые знают, как это демонтировать. И именно поэтому многие памятники так остались на своих местах. Как свидетельствовал очевидец тех лет, объезд скульптурных мастерских выяснил довольно неутешительную картину. Из 47 памятников, над которыми велась работа, значительная часть оказалась непригодной по различным причинам. Так, например, очень интересно задуманный памятник Новикову, скульптору Мухиной, разрушился почти уже законченный вследствие недостаточно прочного каркаса, то есть отсутствие умения делать памятники. Такая же участь постигла и второй переработанный вариант памятника. Погибли от Мороза памятники Скрябину имени Е. Большая статуя Спартака, выполнявшаяся в двухсветном зале бывшей поливановской гимназии, не могла быть закончена, так как учреждение, въехавшее в здание, требовало очищения площади. Скульптор Меркуров выполнил памятник Верхорну, растащенный затем зимой на топливо населением. Архитектурные части был выполнен к ноябрю 2018 года в Москве 31 памятник, но в итоге поставлен 25, и все остальные просто не дожили даже до своего открытия и разрушились. Как писал критик Федоров Давыдов в 1927 году, вспоминая эти инициативы, задачи, которые поставил скульптура Ленин, могли быть выполнены лишь киной и агитплакатом. Скульптура в полторы натуры из временного материала эскиз, выставленный на улице, не могли не потерпеть краха. Этот крах был показателем несоответствия скульптурной формы методом современной политической агитации. В любом случае, в конце концов, хочу сказать, что эти инициативы не прошли даром, и они были очень активно встроены в историю советской скульптуры. Идея монументальной пропаганды начала, пытались даже некоторые энтузиасты пытались описать, сделать паспорта этим памятником, описать их, пытаться как-то их спасти и предложить какую-то помощь по их починке, тех досок, которые остались к 30-м годам, но в итоге все это, в общем-то, было разрушено. Вот 36-й год, памятник дух разрушения есть тоже. А, нет, это какой-то Бакунинский. Ну так вот, в любом случае план монументальной пропаганды реанимируется к 30-м годам, он называется планом, и в 30-е годы принимаются десятилетние планы на основе списков памятников, которые были в общем-то утверждены в 18-м году, они, естественно, расширяются, и на протяжении 40-х, 50-х годов редкие памятники, но тем не менее, строятся. Но потом эта инициатива продолжается уже после дисталинизации в конце 60-х годов к юбилею революции, когда заканчивается дело установки памятников разным революционным героям и жертвам революции. Вот, например, вот этот невиданный здесь вам документ, это план монументальной пропаганды на 81-85 год в городе Перми. То есть идея так или иначе продолжала жить. Да, и любопытно, что памятники Ленину, которые начинают ставиться с 24-го года, они не вписываются в историю, историками и критиками, теми людьми, которые делали историю советского искусства. Памятники Ленину идут отдельно. Они никаким образом не вписываются вот в эту инициативу. Все.